Проблема диагностики нейроэндокринных опухолей Вообще нейроэндокринные опухоли чаще всего как раз встречаются в желудочно-кишечном тракте Пищеварительность тем составляет 58% по последним достаточно глобальным исследованиям 2018 года Они примерно повторили исследованиям 2004 года Легкие на втором месте 27% и редкие локализации, такие как молочная железа, яичник и прочие На самом деле нейроэндокринные опухоли могут встречаться при любых локализациях, это 15% ВОЗ подтверждает, что желудочно-кишечный тракт это наиболее частая локализация Именно о ней мы будем говорить в данном сообщении И они говорят, что 67,5% от всех нейроэндокринных опухолей как раз это локализует в желудочно-кишечном тракте Если говорить о всех опухолях желудочно-кишечного тракта, то это 2% составляет Средний возраст 50 лет и преимущественно это спорадические опухоли Но также могут быть проявлением наследственных синдромов, но прежде всего это МН1 МН1, который помимо того, что проявляется гастреномами чаще всего, да, инсулиномами в случае наследственного синдрома Также характеризуется еще паратериодными опухолями и так далее Если мы говорим о МН2А и МН2Б, то здесь уже нейроэндокринные опухоли желудочно-кишечный тракт встречаются значительно реже Как вы видите на данном картинке, они, собственно, практически не освещены Нейроэндокринные опухоли, гистологическое строение нейроэндокринных опухоли в принципе достаточно классическое И в обычных случаях достаточно легко распознается Вот на правой части слайда вы видите вот это стандартное гистологическое строение Это клетки среднего или мелкого размера, формирующие такие трабикулярные структуры Диалинизированная строма Это вот достаточно легко узнаваемо и на самом деле редко пропускается Ну вот слайд слева, например, это уже менее такое типичное строение Более крупные клетки, более солидное строение То есть они уже не очень что-то строят И вот данный тип строения, его, конечно, иногда пропускают И просто не ставят банальные нейроэндокринные маркеры А нейроэндокринный опухоли – это, прежде всего, конечно, иммуногистохимический диагноз И выделяют два главных так называемых нейроэндокринных маркера Это синаптофизина и хромогранина Вспомогатель нейроэндокринный маркер CD56 И в настоящее время все больше набирает обороты Один из первых транскрипционных факторов нейроэндокринных опухолей Инсулином подобный фактор первого типа – это INSM-1 Его особенность в том, что это ядерная экспрессия И это, несомненно, очень здорово Потому что раньше мы имели только цитоплазматическую реакцию, цитоплазматические маркеры А они значительно хуже все-таки воспроизводимы Подвержены различным артифициальным изменениям и всем прочим Сейчас мы имеем на вооружении INSM-1 Мы о нем поговорим дальше чуть подробнее Но который позволяет решать иногда сложный вопрос Особенно о денокарциномах с нейроэндокринными свойствами Или когда мало материал Вот INSM-1 в настоящее время – это буквально спасение И он все больше и больше входит в нашу практику Если мы говорим об истории классификации нейроэндокринной опухоли То, наверное, одна из первых классификаций, которая появилась Это классификация 1980 года Всем помним вот эти вот синие книжечки И тогда все нейроэндокринные опухоли воспринимались как карциноид К сожалению, до сих пор многие патоморфологи Ну, не многие, но некоторые из нас продолжают использовать эту классификацию Что, конечно, неверно Уже в 2000 году было разделение на нейроэндокринные опухоли и нейроэндокринный рак Тогда была выделена лишь одна высокодифференцированная нейроэндокринная опухоль А остальное было относено к нейроэндокринному раку В 2010 год было такое значительное изменение Значительность подвижки Потому что были выделены нейроэндокринные опухоли 1.2 и нейроэндокринный рак В настоящее время мы пользуемся классификацией 2019 года, которая на самом деле имеет истоки от 2017 года от классификации нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы. И здесь что произошло, выделено нейроэндокринопухоль G1, нейроэндокринопухоль G2, нейроэндокринопухоль G3. То, что выделено нейроэндокринопухоль G3, это несомненно здорово, потому что раньше, к сожалению, мы были вынуждены, все, что больше 20% КИШ-67, были обязаны ставить нейроэндокринный рак. Свободу сейчас мы имеем нейроэндокринопухоль G3, куда ушли вот эти вот зоны, когда мы были уверены, что это не нейроэндокринный рак, а нейроэндокринный опухоль. И вот сейчас мы имеем такую возможность. Но кроме того, изменения произошли. Во-первых, пороговое значение КИШ-67 с 2% до 3% для дифференциальной диагноза между G1 и G2. Во-вторых, если выставляется нейроэндокринный рак, то мы обязаны подразумеваем либо мелкоклеточный рак, либо крупноклеточный нейроэндокринный рак. Просто поставить нейроэндокринный рак – это крайнее исключение, мы должны этого тщательно избегать. Ну и было уже постулировано, что КИШ-67 необходимо выполнять либо вручную, либо автоматическим путем, а выставлять индекс КИШ-67 на глаз невозможно. Ну и появились более терминологические изменения, смешанные нейроэндокринно-не нейроэндокринный опухоль. Раньше это был нейроэндокринный рак. Сейчас подразумевается, что может быть нейроэндокринный опухоль плюс аденокарцином. Что по поводу индекса КИШ-67? Это постоянно дискутируется, постоянно идут проблемы, вопросы насчет этого. Ну, мы понимаем, что индекс КИШ-67 оценивается в горячих точках, да, то есть в точках наибольшего скопления позитивных клеток на КИШ-67. Именно здесь, путем подсчета от 500 до 2000 клеток, в настоящее время считают, что 500 клеток это достаточно, производится подсчет и высчитывается индекс КИШ-67. К чему это приводит? К тому, что, например, первичная опухоль в различных участках, если мы сделаем различные биоптаты, может иметь различную степень дифференцировки, да, то есть от ГРЭЙД-1 до ГРЭЙД-3, потому что индекс КИШ-67 может отличаться. Более того, ряд исследований показал, что и метастазы, естественно, могут отличаться от первичной опухоли, преимущественно, конечно, в сторону повышения. Ну вот, это также одно из исследований было 12 различных поражений, 12 различных метастазов, и было показано, что индекс КИШ-67 во всех 12 отличается. А здесь показано, насколько G1, G2 и G3 могут, собственно, меняться в зависимости от метастатического поражения. Чаще всего, конечно, G1 меняется на G2 и на G3. Ну вот, собственно, здесь как раз продемонстрированы трудности оценки индекса КИШ-67 нередокринной опухоли. Это формально, то есть это, да, это мы как бы, это понятно, что здесь было ясно, как считать КИШ-67, и он равнялся примерно 30%. Ну давайте подумаем, что если мы сделаем трепан-биопсию, и этот участок попадет именно в вот эта зона, да, тогда это высокий индекс КИШ-67, и мы понимаем, что это G3, да, ну, гистологически видно, что это нередокринная опухоль, поэтому нередокринная опухоль G3. А если бы попало вот в эту зону, то здесь КИШ-67 1%, да, и трепан-биопсия было бы НЕО-G1. Поэтому, собственно, имеются вот эти сложности гетерогенности и сложности первичной диагностики, особенно на малом объёме материалов. Особенность нередокринной опухоли желудочно-кишечный тракт G3 еще для дифференциальной диагностики желательно выполнять экспрессию рецепторов к самоцитатину. Нередокринный рак значительно реже имеет рецептор к самоцитатину, в отличие от нередокринных опухолей. Надо понимать, что ТТФ1, СДХ2 и IC1 не позволяют определять первичный очаг. Ну и, конечно, важно дифференцировать данное G3 от НЕКО-G3. Что еще может помочь для дифференциальной диагностики нередокринной опухоли G3 от нередокринного рака? Это мутации гена P53 и это мутации гена RB1. Если мы имеем нередокринный рак, то P53 в 75% случаев, в данном случае на опухоли поджелудочной железе, имеет мутации. Если мы имеем RB1, то в половине случаев он также отмечается в потере экспрессии. Но RB1 это вообще прекрасный маркер, но это не в данной презентации. Он, конечно, очень актуален для нередокринных опухолей легкого. Он там позволяет дифференцировать мелкоклеточный рак от крупноклеточного нередокринного рака. Здесь, к сожалению, он такую возможность не имеет, но помогает дифференцировать НЕКО-G3. Ну и вот несколько слайдов. Я бы хотел привести примеры собственных наблюдений. На данном слайде приведена нередокринная опухоль толстой кишки grade 3. И видно, что сохраняется вот эта органоидность. То есть есть вот эти клетки, формируют какие-то структуры, тробекулы. То есть вот это как раз геометрически подобные фигуры. То есть органоидность присутствует. Ну и если мы хотим это еще как-то объективизировать, ну, во-первых, это нередокринная опухоль, да, она обязательно экспрессирует главный нередокринный маркер сеноптифизин хромогранина. КИ-67 около 30%, что подходит одновременно для НЕО-G3, так и ДНЕКО. Но имеет, как вы видите, высокий уровень экспрессии рецепторов к самоцитатину второго типа. Такой уровень экспрессии, вот такую выраженную экспрессию рецепторов к самоцитатину второго типа, ну, не бывает при нейроэндокринном раке. Как крупноклеточном, так и мелкоклеточном. Поэтому это с чистой совестью мы можем ставить объективно уже по объективным параметрам, что это нейроэндокринный опухоль G3, а не нейроэндокринный рак. А вот здесь приведен пример нейроэндокринного рака толстой кишки. Во-первых, как вы видите, отсутствует какое-то вот это вот гистологическое отсутствие вот этой органоидности опухоль солидного такого строения. То есть она ничего не строит. Метозов здесь невероятное количество. И мы видим в правой части слайда ярко выраженную экспрессию P53. Это мутантный тип, это мутация P53, которая не встречается при нейроэндокринном опухоли, и которая, собственно, позволяет точно поставить, что это нейроэндокринный рак, а не нейроэндокринный опухоль. Экспрессия на оптофизин. Ну и кишки затем, конечно, в нейроэндокринном раке в основном значительно выше по сравнению с нейроэндокринным опухолью. Ну здесь, как вы видите, практически 90%. Бывают пограничные ситуации, около 50%, вот тогда бывают основные сложности. Но тогда, я повторюсь, опять-таки может помочь экспрессия рецепторов к самоцетатину, P53 и RB1. Теперь давайте вернемся к INSM-1 относительно новому маркеру, который все больше и больше находит нашу практику. К сожалению, пока тяжело его доставать, есть определенные сложности в закупке и в использовании, но все-таки надо, конечно, добиваться, потому что он позволяет решать многие вопросы. Во-первых, чувствительность и специфичность. Вот одно из исследований 2018 года, как вы видите, INSM-1 чувствительность 95%, специфичность 97%. Ни один из предыдущих маркеров не имеет такое сочетание, чтобы одновременно и высокая чувствительность, и одновременно высокая специфичность. CD-56, у которого чрезвычайно высокая чувствительность 97%, специфичность, к сожалению, 87%, а по нашим данным, на самом деле, еще ниже. Хромогранин, у которого классная специфичность, к сожалению, обладает относительно низкой чувствительностью. Поэтому INSM-1, конечно, несомненно, обладает рядом параметров, которые все его сподвигают для его использования. Ну и если мы говорим о хромогранине А, и о предыдущем слайде, где он показал высокую специфичность и чувствительность, надо понимать, что это не любой хромогранин А, а это, прежде всего, клон вот этот вот LK2H10, который показал при Нордике, что действительно у него хорошие результаты и так далее. Но большинство наших лабораторий в нашей стране имеют клон DACA3, который, на самом деле, как вы видите, в большинстве случаев показывает пограничные, как минимум пограничные результаты, и удовлетворительные, как вы видите, по Нордику всего в 13%. А это главный нейроэндокринный маркер, то есть это главное антитело, которое используется. Поэтому, опять-таки, если мы имеем DACA3 хромогранина, то, конечно, верификация нейроэндокринных опухолей остается достаточно сложной. Ну, вот и пример использования инсмодин. Как вы видите на левом слайде, минимальное количество клеток, они еще в некрозе. Здесь, когда мы использовали цитопозоматические маркеры, то получили какую-то мазню, ничего не понятно. А вот использование ядерного маркера инсмодина, вы видите, яркую реакцию, все понятно, это нейроэндокринная опухоль. Дальше используем КИС-67 и понимаем, что это мелкоклеточный рак, учитывая морфологию в том числе. Другой пример. Нейроэндокринный рак. Мы видим гистологическое строение, непонятно на самом деле по гистологии. Это вот как раз та сложность, когда бывают сложности в дифференциальной диагностике между аденокарциномой и нейроэндокринным раком. И здесь мы видим опухоль достаточно высокой степени злокачественности, высокой экспрессии СИД-56, но мы видим негативную реакцию на синапт визина хромогранина. Два главных нейроэндокринных маркера отрицательны. Достаточно сложно поставить по одной экспрессии СИД-56, что это именно нейроэндокринный рак. Применение инсамодин, мы видим ядерную реакцию на инсамодин, все, сомнения отпали. Это несомненно не нейроэндокринный рак, а не аденокарцинома. Ну и последнее, на чем бы я хотел остановиться, это также было изменение. Это раньше, в предыдущей классификации 2010 года ВОЗ был карциноид из бакалавийных клеток червеобразного отростка, так называемый. В настоящее время это изменено на аденокарцином из бакалавийных клеток. Средний возраст 52 года, имеет три грейда, грейд-1, грейд-2 и грейд-3. Характеризуется тем, что он продуцирует как раз нейроэндокринный маркер, нейроэндокринный субстанцию, продуцирует глюкогон, серотонин, эстонийогатин и содержит муцина. То есть эта опухоль такая пограничная между аденокарциномой и нейроэндокринной опухолью, то есть имеет характеристики и того, и другого. Поэтому зачастую бывают сложности собственности с постановки диагноза. Но для чего это важно? Ну вот аденокарцинома из бакалавийных клеток грейд-1, то есть ее иногда вообще можно пропустить. Здесь действительно бакалавийные клетки, которые формируют железы, вот эти вот структуры. Грейд-2 уже значительно меньше этих структур, уже все больше и больше похоже на аденокарциному. И грейд-3 это практически перстневинно-клеточный рак. Это вот это уже наше собственное наблюдение. Содержит паспозитивную субстанцию, слизь, да, и экспрессирует в то же время нейроэндокринной маркёры, да, то есть синаптофизина и хромогранина. Для чего важно дифференцировать? Потому что, по сути, аденокарцинома, да, как она сейчас называется, но может сейчас все циклично, может быть, как потом и назад вернемся, опять к нейроэндокринной опухоли из бакалавийных клеток. Но, тем не менее, как вы видите, общая выживаемость при грейде-1 до 204 месяцев, то есть то, что явно не может быть при аденокарциноме, особенно при эмоционозной аденокарциноме, которая отличается достаточно низкой выживаемостью. Да, грейд-3 у нее практически выживаемость, как при сниженном клеточном раке. Но грейд-1, я повторюсь, что это все-таки достаточно высокая выживаемость, поэтому все-таки важно выделить и важно дифференцировать именно эту группу опухолей. Что можно резюмировать в данном сообщении? Во-первых, при нейроэндокринных опухолях обязательно определение КИ-67 с его оценкой в горячих точках, ручным или автоматическим подсчетом. Нельзя оценивать на глаз. Во-вторых, в нейроэндокринных опухолях и желудочно-кишечных трактах необходимо дифференцировать нейроэндокринный опухоль G3 и нейроэндокринный рак. И в этом, прежде всего, может помочь P53, ретиноболостомый ген и оценка экспрессии астоматостатиновых рецепторов. Важно помнить, что не только нейроэндокринные опухоли могут иметь нейроэндокринную дифференцировку. У нас сейчас повально идут, другая крайность пошла, что очень часто аденокарциномы начинают писать, что это нейроэндокринный рак. Основываясь просто на экспрессии синаптофизины или CD-56, то есть видят экспрессию одного маркера и начинают говорить, что это нейроэндокринный рак. На самом деле это не так. Ну и чем может помочь, в том числе для дифференциальной диагностики между нейроэндокринной опухолью и нейроэндокринным раком, это маркер INSTEM-1. Я всем его рекомендую. Позволяет точнее диагностировать нейроэндокринную опухоль. Спасибо за внимание.